Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Если силь не попадет в Верховную Раду, она будет гнеть. Кто съедет со мной? Привет, друзья! Вы смотрите Опиум для народа на канале Денису Микрофона. Паночка говорит, если соль не попадет в Верховную Раду, она будет гнить. Я надеюсь, он имеет в виду Верховную Раду, а не соль. Хотя почему-то, мечтая о том, чтобы соль, так очень любят говорить представители неопротестантских церквей, имея в виду себя, попадало в Верховную Раду и другие какие-то организации, другие органы власти, он выбирает и помогает попасть туда довольно сомнительным личностям. Мы можем увидеть, вот здесь он с главой, с человеком, который руководил аграрной партией, который шел на выборы, он пришел не один к паночке, он пришел вместе с еще одним человеком, весьма известным в религиозном мире, который вот так же фигурирует на том самом видео 1997 года, где был представлен Лазаренко, потому что он был его непосредственным помощником. Он был человеком, который помогал ему разыгрывать религиозную карту. Политичные силы выступают за все доброе и против всего плохого. Но ни одна из прохидных партий не взяла до своих списков людей веры, служителей церкви, проповедников Божьего слова. Вот он виден на этом видео, такой невысокого роста, лысоватый человек, которого зовут Владимир Шушкевич. Сегодня поговорим о нем, и о нем как о таком вот примере того, что всякие люди сомнительные, пытаясь разыграть религиозную карту, пытаясь использовать любое положение, они просто буквально хотят запрыгнуть во власть. И вот здесь он шел номером пять от аграрной партии. Аграрная партия, мы помним, сколько набрала, практически нисколько, поплавский, винник. Но, в общем-то, решили собрать каждой твари по паре. Ну и ничего у них из этого не вышло. Хотя в рекламе, в том ролике, который они крутили, кстати, говорят, он был доступен даже на канале самого Владимира, но он почему-то скрыл его от широкой общественности. Я надеюсь, ему стало просто стыдно за такое свое неуемное желание власти, но его довольно легко найти в интернете. Аграрная партия Украины стала единою силою, что идет на позачерговые выборы до Верховной Ради и включила в свою первую пятерку християнского пастора. То есть мы видим, как снова пытаются вот эту религиозную карту, еще раз повторюсь, разыграть. То есть они единственные, кто вот включил свою там пятерку, свой список пастора протестантского. На самом деле, если вы посмотрите вот на протестантский мир Украины, то ярких личностей там практически нет. Вот все какие-то очень мутные такие типчики, и за каждым тянется определенный шлейф. Нет, есть люди искренние, есть люди, которые делают, но они не выпячивают себя. Они не стараются там быстрее заселфиться с каким-нибудь тогдашним секретарем РНБО, или где-нибудь там с президентом, или еще с кем-то. Они просто занимаются своей деятельностью, они занимаются своим служением, тем, к чему они были призваны, как они говорят. Но здесь совершенно другая картина. Здесь такая интересная показуха. То есть вот полистать Facebook этого же Владимира Шушкевича, такие вот цитаты, очень пафосные, что и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божий пребывает вовек. Я не знаю, какое отношение новый гаджет, одинастый iPhone имеет к этим словам, но, наверное, лучшей иллюстрации не нашлось. А вот его профиль на двоих с женой, так сказать. Двое будут одной плотью и одним профилем на Facebook. Так можно истолковать слова, глядя на такую вот страницу в Facebook. Но что меня тут очень озадачило, и с другой стороны вот очень удивило. Здесь он пишет, что он депутат Верховной Ради Украины. Хотя человек этот депутаты не прошел. Там, в общем-то, регулярно туда кто-то так запрыгивает на религиозной волне. То там он гуриан, то вот сейчас вот пытался этот товарищ, но не прошло, не получилось. Не доверился народ сомнительной аграрной партии. И, наверное, не зря. Хотя до этого Владимир Шушкевич объехал ряд товарищей, ряд протестантских церквей. И вот здесь он со старшим епископом Киевской области Большого Баптистского Союза, так называемого ВСЦ ЕХБ. Здесь он, пожалуйста, с Генри Мадавой, с которым он очень-очень дружен. Это тот самый Генри Мадава. Может быть, помните мое видео «Бурундук птичка или не птичка?» Вот именно он. А здесь, пожалуйста, он еще с одним человеком, которого зовут Владимир. Владимир, как бы, является одним из пасторов так называемого «Храма мира и согласия», в котором нет, правда, ни мира, ни согласия, потому как там, по мнению другой группы верующих, произошел настоящий рейдерский захват. И у тех, кто его начинал строить, забрали это помещение, теперь там другие люди совершенно с охраной, с какой-то помощью определенных властных структур. Вот Турчинов как раз ходит туда и там читает свои проповеди. Именно в этот «Храм мира» приезжал в свое время Петр Порошенко во время первого тура президентских выборов. Ну да ладно, давайте сейчас перенесемся в год 1997-й. То самое собрание, архивное видео которого у меня есть, и которое я для вас вот выкладываю частями, показывая, и там тоже выступал этот самый Владимир Шушкевич. «Бог на стороне этих людей!» Вот он стоит как раз сзади Лени Попрыгунчика вместе с Павлом Лазаренко, и, конечно же, как человек, как гость в этом собрании. И как он о себе говорит пастор, одной из церквей ему, безусловно, дадут там слово. Хотя слово там было дано даже Павлу Лазаренко. «Вы помните, я несколько, я не думаю, полгода или год я стоял на этой сцене, и я говорил, что в парламент будут приходить люди, которые любят Бога?» «Аллилуйя!» «Я сегодня один из них, и я прохожу через партию Громада. И лидером этой партии является Павел Иванович Лазаренко. И мы благодарим Бога за этого человека. Скромности Владимира можно позавидовать. Я один из тех, кто любит Бога, и вот я иду в парламент по партии Громада, по списку партии Громада. Вот Павел Иванович, рядом мы видим Леонида Падуна, Леоню Попрыгунчика из нашего одного из видео-героя. Видим также Сергея Яковлева, который потом будет старшим человеком новом поколении в Донецкой области. Потом он уйдет из нового поколения, создаст так называемую протестантскую церковь Украины. Кстати, одним из первых начнет использовать аббревиатуру ПЦУ. БЕСЦУ, правда. А сейчас он благополучно живет за океаном и оттуда вот паучает. Рассказывает, как нужно родину любить и восхвалять президента Зеленского. Ну да ладно, смотрим дальше. Все-таки нас интересует Владимир Шушкевич и то, что он говорил на сцене Дворца спорта «Дружба» в 1997 году. Сегодня церковь имеет шанс сделать выбор. Потому что Бог сегодня дал время для Украины. Аллилуйя! Я верю, что церковь будет на стороне пробуждения. Знаете, я помню, что многие протестантские общины в Донецке и в Украине, как бы в 90-е годы, в начале нулевых, они регистрировались по типовому уставу. Он был сделан каким-то юристом и практически он переходил из рук в руки. Там менялись какие-то реквизиты, менялось название, совсем чуть-чуть менялась суть, но там были некоторые неизменные моменты. И одним из таких неизменных разделов, моментов был тот, что церковь не имеет права, это религиозная организация, религиозная громада, не имеет права предоставлять свои помещения под политическую агитацию и проводить политическую агитацию. Но, в частности, слова жизни под руководством Падуна были одними из тех, кто плевал на все эти правила, кто плевал на эти надписи в уставах, потому что им было важно повыше пролезть и занять, так сказать, место под солнцем потеплее. Что у них, впрочем, получается до сих пор, правда, от власти их отстранили, и слава богу, потому что таких людей во власти уж точно нам не нужно. Мы убежден, изменения к лучшему на Украине возможны только через пробуждение, через возрождение веры на Украине. Аминь! Как вам такие призывы от одного из тех, кто стал, ну, в общем-то, во главе коррупции страны, одного из тех, кто был осужден реально, и кто стал известен для всего мира, и благодаря ему стала известна вся Украина как страна, буквально погрязшая в коррупции, Павел Лазаренко. Но главное говорить правильные слова. Главное, знаете, пройти вот эту вот систему распознавания свой-чужой, доказать, что ты свой. Если ты будешь говорить возрождение, пробуждение, и еще пару слов, то все будет нормально. А люди, они скушают. Скушают, потому что дальше у Шушкевича был длинный путь, длинный религиозный путь. И он продолжается до сих пор. И эту политическую карту он разыгрывал еще не раз. И даже запрыгивал время от времени в Верховную Раду. И я удивлен, что до сих пор люди на это ведутся. Я удивлен, что до сих пор там люди восхищаются и говорят, да, наши, они должны идти. И, в общем-то, даже если говорить о том же громком деле Сандея де Ладжи, который погряз буквально в серьезных обвинениях, и обвинения были не беспочвены, они были по сути, но вот как раз Владимир Шушкевич и его жена были в числе тех, кто пытались всячески Аде Ладжу отбелить. Просто так или за какую-то плату, я не знаю. Но вот фрагмент интервью жены Владимира Шушкевича, то есть самой Валентины Сандея де Ладжи. Просто послушайте, о чем они говорят. В СМИ у вас выходит много статей, обвиняющих вас в тех или других грехах. Можете назвать самое обидное из обвинений? Вы знаете, самое обидное из обвинений, по-моему, заключается даже не в самом обвинении, потому что эти обвинения не имеют под собой никаких фактов и никаких истин или правды. Это даже самое обвинение меня не волнует. Меня волнует другое. Его не волнуют обвинения. Они не имеют истины и правды, хотя все имели. Та же финансовая пирамида Кинс Кейпитал, которая обобрала буквально тысячи человек. Мне он до сих пор не ответил за это. Те же вот обманы, которые происходили там внутри, те же сексуальные скандалы и многое-многое другое. Это такой себе мунтян, правда, на минималках, потому что тогда это не было развито еще так сильно. Но это было начало. Начало, которое тянулось в 90-е годы. Начало, когда активно пытались втащить верующих в политику. Тот же Черновецкий, многие-многие другие люди, которые прошли через так называемое посольство Божье. Я думаю, все нормальные люди улыбаются, когда слышат это название. И вот один из таких был Владимир Шушкевич, который этот трамплин также пытался для себя использовать. И которого связывали, и, возможно, связывает очень тесное отношение с Андеема де Ладжи. Я не знаком с ним лично. И я не уверен, что мне сильно хочется знакомиться со всеми гостями и какими-то героями моих сюжетов. Но в то же время, если кто-то хочет ответить на мои вопросы, кто-то захочет ответить на все то, что было здесь сказано, пожалуйста, у вас есть такая возможность, и мы можем с вами записывать такие небольшие интервью, которые полностью будут выходить на моем канале. Но в то же время, это очень показательный пример, как верующих пытаются использовать. Очень мерзко, очень некрасиво, очень низменно, и многие люди почему-то этого не видят. Либо очень быстро об этом забывают. Последние парламентские выборы, это показали, этот номер пять в списках аграрной партии. Учитесь делать выводы, не забывайте, но извлекайте необходимые уроки. И я искренне надеюсь, что видео, которые выходят на моем канале Денису Микрофонов рубрике «Опиум для народа» будут вам в помощь. Подписывайтесь на канал, и ссылка для неравнодушных в описании к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok